В сложном современном мире приобретает особую ценность – все, что объединяет людей и способствует их взаимопониманию. Универсальное значение принадлежит в этом плане музыке и оперному театру. 26 декабря 1974 года начал свой первый сезон Днепропетровский государственный театр оперы и балета. С этого момента определились два основных направления в репертуарной политике театра – освоение и пропаганда музыки современных композиторов, постановка лучших образцов классического наследия. Но при этом театр осмеливался на нестандартные постановки, которые не позволяют себе классические академические театры – экспериментальные и эпатажные. Очень мало театров в мире работает ежедневно, постоянно. Мы же работаем, у нас сейчас мы даем 300 спектаклей в год. Нам есть чем хвастаться. За последнее десятилетие, скажем так, в театре были поставлены достаточно много интересных проектов. К примеру, вспомнить сотрудничество с американским дирижером Адрианом Британом была такая американская постановочная группа, режиссер Дэйл Морихаус и художник Элизабет Фриман, которые приезжали сюда, работали и создали специально два спектакля – Джанни Скики и Сестра Анжелика. Специально были переведены на украинский язык и поставлены в Днепропетровском театре оперы и балета. Можно вспомнить из таких интересных экспериментов спектакль, который существует у нас единственный в мире. Это балет «Иисус» на музыку Джона Дебни. Джон Дебни – это известный американский композитор, который написал музыку для фильма Мелла Гибсона «Здрасте Христово». Эта музыка номинировалась на «Оскар». После выхода фильма по просьбе или по заказу Ватикана Джон Дебни написал хоровую ораторию на базе этой музыки. И эта хоровая оратория была исполнена всего лишь один раз на площади в Ватикане. К нам попала запись этой хоровой оратории. Наш мультминистр-постановщик, художественный руководитель Олег Николаев, услышал ее, очень загорелся по старой. И надо отдать должное ему его настойчивости. Он нашел Джона Дебни в Америке, договорился и получил права на постановки. Днепропетровский театр оперы и балета, получивший в 2003 году статус академического театра, привлекает поклонников театрального искусства не только своим обширным репертуаром, составом солистов и музыкантов, а и уникальным зданием и процессом творческого создания спектаклей. Театр вообще на самом деле это сложнейшее инженерное сооружение. В театре полный цикл производства. То есть у нас есть свой декорационный цех, бутафорский цех, цех химической пропитки, декорации. У нас есть гримерно-постижерный цех. Ну я уже не говорю об электриках, механиках, сантехниках. Вообще в театре работает 500 человек. То есть это огромный штаб. В театре у нас на хранении находятся 52 тысячи костюмов. То есть мы можем одеть маленькую армию. Забавно она, конечно, будет выглядеть. Но это действительно так. Для того, чтобы осознать, задник, что такое задник? Ну это вот, назовем это так, тряпочка, которая висит сзади, на которой нарисована какая-то картинка из какой-то оперы. Он вообще имеет размер 18 на 12 метров. И, как правило, этот тюк, когда он сворачивается, ну весит где-то до 200 килограмм. Чтобы было понятно, как бы объемы и размеры этого всего. Театр имеет уникальную систему пожаротушения. Об этом тоже мало кто знает. О том, что здесь есть автоматическая спритфлерно-дренчерная система, которая запитывается на отдельный пожарный резервуар, который закопан у нас тут недалеко от театра, в котором 500 кубометров воды постоянно стоит на тот, не дай бог, случай. В театре есть, вот многие жители не знают о том, что вот всем известна площадь перед театром оперы и балета. Но люди не знают, что на самом деле это не площадь, это крыша машинного зала театра оперы и балета, там где находятся системы вентиляции, кондиционирования оперного театра и отопления, там еще системы. То есть, все это огромное инженерное, ну, скажем так, чудо, потому что на сцене находится 763 регулируемых источника света. И общую мощность, которую мы можем, до киловатта на каждый источник. То есть, это огромное энергопотребление только на сцене. Кстати, у нас в театре достаточно уникальный круг, 16,5 метров поворотный круг. Это, ну, очень мало театра могут похвастаться такими размерами поворотных кругов на сцене. На сцене 52 штанкета. То есть, это, чтобы объяснить зрителю, это те, называемые палки, на которые цепляются задники, кулисы, падуги, там. Ну, было то, что на сцене можно поднять, опустить во время спектакля 52 плана. Это каждый обслуживает отдельно большим двигателем. И каждый этот штанкет может поднимать до 250 килограмм веса. И каждый год они проходят отдельные испытания на эксплуатацию, на правила техники безопасности и на массу других вещей. То есть, театр – это действительно огромная-огромная машина с огромным производством. Я уже не говорю о светителях, о механиках, монтировщиках. То есть, это все, причем, в общем-то, это люди уникальных специальностей. Потому что, ну, нигде не учат там на монтировщика сцене. Днепропетровский оперный театр без всякого сомнения можно назвать одной из главных достопримечательностей города. Развивая лучшие культурные традиции оперного и балетного искусства, Днепропетровский академический театр оперы и балета является одним из лучших образцов современного театра, формирует новую эстетику восприятия у современного зрителя, обогащает мировую культуру уникальными постановками. ФЛЭТ-ТВ, Днепропетровск. ФлЭТ-ТВ, Днепропетровская ФлЭТ-ТВ, Днепропетровская Малерея, Малерея именно для счастливых людей, для хороших фарбов, для эстетики, она просто так и так, как как и в хиле Велт, это не существует хиле Малерея. Это хиле мы можем использовать. Я не могу сказать, что я не могу сказать, я не могу сказать, что я не могу сказать, потому что я думаю, что я мала наивно, но я не думаю, что это гротеска для меня. Но я был полностью autodidaktен. И я делал всегда, когда я делал и делал всегда, когда я делал и делал, я делал всегда, когда я делал и делал всегда. Бывают, которые, как и спят, grey classwork. Вот почему нет. Например, в следующем видео мы делали я, который ты чувствуешь, которая, corpse, длина, которая начинает становиться, и поэтому идут в программе, и глядя, и в общем-то человек, и создать пишутся одно, но заглядя. Такая легкая, ког nota не назвать и вы скажете ты, Это напоминает сценарий голливудского блокбастера. Поезд времен нацистов, полный награбленного золота, замурованный в подземном тоннеле, потом забытый и считавшийся пропавшим 70 лет. Теперь же польские власти заявляют, что поезд нашли. Уверенность почти стопроцентная. Насколько мне известно, со времён Второй мировой ни у кого не было доступа к этому поезду. Информация о его точном местонахождении поступила от человека, который тогда присутствовал при сокрытии поезда. Тайну он раскрыл, будучи при смерти, предоставив схему, на которой было отмечено местоположение состава. Десятилетиями в Польше бытует легенда, что бронепоезд, наполненный золотом и драгоценностями времён Второй мировой войны, в 1945 году был замурован где-то под городом Валбжих. Тогда железнодорожный состав въехал в тоннель под Валбжихскими горами, но так из него и не выехал. В этом гористом регионе Польши нацисты в годы войны создали целую сеть подземных тоннелей. Кодовое название проекта было «Гигант». Часть тоннелей находится под замком Фюрстенштайн или Ксёнш, как его сейчас называют. По информации польских СМИ, обнаружить находку удалось поляку и немцу. Теперь оба анонимных золотоискателя требуют вознаграждения. По закону им полагаются 10% от стоимости находки. А обнаружить предполагаемый состав удалось с помощью снимков, сделанных специальными георадарами. Под землей хорошо просматриваются рельсы и нечто похожее на забытый бронепоезд. Где-то здесь, возможно, прямо под замком, на глубине 70 метров под землей и может находиться состав с награбленными драгоценностями. Власти Польши пока держат в тайне точное местоположение находки. Ведь не исключено, что на сей раз речь действительно идет о сенсации. Редактор субтитров А.Семкин